Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки. В программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья! Ваши приемники настроены на волну латвийского радио 4. Это действительно программа «Теория всего», где мы говорим обо всем важном и интересном из мира науки. У микрофона нахожусь я, Алексей Гусев. И сегодня мы замахнемся на довольно объемную и, конечно, сложную тему. Теория суперструнка – ключ к объяснению всего происходящего во Вселенной. Так звучит тема нашей передачи. Ну а в гостях у нас ассоциированный профессор факультета физики и математики Латвийского университета Вячеслав Кащеев. Добрый день! Добрый день! Вновь в нашей студии, вновь можно следить за нашим разговором и онлайн. На сайте lr4.lv идет видео-трансляция. Кроме того, там же и ваши вопросы могут приниматься. Так что пишите. Наверное, вопросов может возникнуть немало. Все-таки теория струн, а потом теория суперструн. Ее дальнейшее преобразование, они пытаются ответить на такие совершенно нетривиальные вопросы, которые возникли, ну, наверное, с открытиями физики 20 века, наверное, так можно сказать. Потому что с большой проблемой физики столкнулись, как я понял. Вот это проблема совмещения общей теории относительности и квантовой гравитации. Одна описывает макромир, другая описывает микромир. И в этих пределах они работают. Но физикам все время хочется, чтобы они не взаимоисключались, чтобы все совмещалось и укладывалось в единую концепцию. Правильно я пока все говорю? Вы совершенно правильно говорите. В этом-то как раз главный корень проблемы. Физикам всегда хочется. Чего же им хочется? Им хочется того, чтобы сказка не кончалась, того, чтобы мечты продолжали подтверждаться. Прогресс физики 20 века действительно отмечен такими великими, действительно, с большой буквы великими триумфами человеческой мысли, как подтверждение предсказаний теоретической физики элементарных частиц, основанной на квантовой механике и специальной теории относительности, и предсказаний совершенно космического, собственно говоря, вселенского масштаба, основанных на общей теории относительности. И действительно, современные попытки создать теорию суперструн именно как физическую теорию связаны как раз с надеждой, что нам удастся продолжать угадывать то, как работает природа, опираясь на глубокое понимание математических принципов. — Хорошо. Ну, значит, давайте, может быть, тогда разберемся, почему струны, собственно. Это же не гитарная струна. — Да-да, суперструны, правильно? Нужно понять сначала струны, а потом... — Давайте со струн начнем пока. — Да. Чтобы начать со струн, нужно... Начнем, пожалуй, с того конца, который мы уже упомянули. Общая теория относительности — это, по сути, теория геометрии пространства-времени. В этом и заключалось великое озарение Эйнштейна, что взаимодействие, которое мы ощущаем как силу притяжения на очень больших космических масштабах, можно очень элегантно выразить в форме теории искривленного пространства. Но если мы вспомним уроки геометрии, то самую-самую-самую основу, когда нам рассказывают о прямых, плоскостях, телах, из чего они состоят? Из точек. — Да, и есть три плоскости вроде. — Во-во-во, там, да. К каких-то теориям нам не доказывают, но если мы пытаемся как бы увеличить, так, прозумить непрерывное пространство, то элементарным объектом является точка, причем бесконечно маленькая. И в самой общей теории относительности нет никаких ограничений на то, насколько маленькими могут быть размеры произвольных объектов. И здесь как раз с этих самых маленьких размеров и начинается вот это вот фундаментальное противоречие, если мы пытаемся просто взять ту теорию, которая хорошо работает на больших, доступных, экспериментально проверенных масштабах, и, как говорят физики, экстраполировать ее. Предположим, что ничего фундаментально нового нас не ожидает, вплоть до самого маленького. И просто даже из соображений размерности фундаментальных постоянных, скорости света из специальной теории относительности, постоянной планка и постоянной гравитации, можно грубо оценить тот масштаб, на котором обычные классические эйнштейновские представления о пространстве и времени просто будут неверны. По большому счету, главная задача, главный квест теории суперструн — определиться с тем, что такое квант пространства-времени, как квантовые эффекты проявляются на самом фундаментальном уровне. И если стартовать с этой гипотезы о пространстве, состоящем из точек, то применение тех же принципов, которые были очень успешны на больших доступных экспериментах расстояниях, приводит к неумолимым математическим противоречиям. И вот одной большой математическим открытием, которое, собственно говоря, и запустило теорию струн, как теорию действительно фундаментальных взаимодействий, было открытие, что если начать из элементарных объектов, которые уже имеют конечную протяженность, по крайней мере, в одной, есть варианты и с большим количеством размерности. Так что в теории струн действительно элементарный объект, ну вот в колечко, или в колечко, или так свободно плавающая струна, одномерный объект, значит, из которого, который является вот таким элементарным, заменяет понятие элементарной частицы. Ну здесь при этом нужно сказать, что эти струны мы их никак не можем увидеть, засечь или какими-то приборами измерить, и речь идет действительно о том, что мы только теоретически предполагаем, то есть мы до сих пор даже не можем их зафиксировать, в принципе. Ну, смотрите, мы можем все, что только можем, еще немножко. Мы действительно ограничены нашими техническими возможностями экспериментов на тех же коллайдерах и астрономических наблюдений, и на этом порядке у нас есть как бы такой очень четко работающий каркас, стандартная модель элементарных частиц. Естественно, любая более всеобъемлющая теория, которая претендует на статус физической теории, должна по меньшей мере не противоречить стандартной модели, но такой большой тест действительно зафиксировать, измерить эффект, который иначе, как проявлениями теории струн, нельзя объяснить. И здесь, наверное, к месту упомянуть вторую большую такую, большой намек, или то, что физики-теоретики, принимая как намек на что-то большое и грандиозное, как раз вот со стороны внутренней непротиворечивости математики-теории струн. Потому что если мы возьмем ту же самую стандартную модель и пытаемся предсказать, что будет на еще меньших масштабах физических размеров, на еще больших масштабах энергии, там, где мы ее не протестировали, но могли бы протестировать. А предсказания получаются просто расходящими. Если должно быть что-то еще. И если не вводить понятие как раз суперструн, то опять-таки попытки экстраполировать прямо-таки до минимального кванта пространства оказываются невозможными. По большому счету на фундаментальном уровне теории есть только очень ограниченное количество теорий, которые могут быть непротиворечивыми. И в названии теории суперструн от слова суперсимметрия. А суперсимметрия — это такая большая-большая-большая опять-таки гипотеза и надежда, что два фундаментальных частиц, а их в нашем пространстве, не знаем, их всего только два. — Бозоны и фермионы. — Совершенно верно. — Я немного готовился, да. И дело-то в том, что, как я понимаю, теория струн без супера, она учитывала только бозоны. — Да-да-да. Бозонные струны — это какой-то очень интересный мир, но вроде как не наш. В нашем мире живут еще другие частицы, фермионы. И большая опять-таки надежда... — А чем отличается бозон от фермиона, если от двух словах? — Бозоны любят тусоваться вместе. У них нет никаких возражений, собственно говоря, скопиться в большом количестве в одном и том же участке пространства. Они друг другу не мешают, если уж только там не вмешаются высшие силы в взаимодействие более высокого порядка. А фермионы — это, собственно говоря, то, благодаря чему мы сейчас с вами сидим на кресле и не проваливаемся, поскольку они один другой никак налезть не позволяют, подчиняются независимому принципу Пауля. И, собственно говоря, именно поэтому... Потому что электроны — это фермионы. У нас атомы, чем больше электронов, тем больше они разбухшие. Мы не можем втиснуть один электрон в другой. — И вот между этими бозонами и фермионами теоретически должна существовать эта самая симметрия? — Она не должна. Это важно понимать, что она никому ничего... Никто никому ничего не должен. — Может быть. Но если предположить, что бозонные частицы, фермионные частицы — это две стороны одной и той же медали, из таких вот суперсимметричных медалек или струнок, можно составить очень элегантную теорию, которая решает несколько противоречий, которые такими наивными экстраполяциями никак не дается разрешить. И вот ключевым моментом, собственно говоря, такой революции или надежды на революцию в 80-е годы в теории, как раз в появлении теории струн, появилось замечательное открытие, что, включая симметрию между бозонами и фермионами, удается избавиться, с одной стороны, от большинства математических противоречий, с другой стороны, совершенно естественно, из формировки теории как бы автоматически выводится частица гравитон, которая имеет все те необходимые свойства, чтобы ее крупномасштабным проявлением была бы в точности общая теория относительности Эйнштейна. Ну, разве не чудо? Да, но, с другой стороны, опять же, здесь мы говорим во многом еще о теории или не теории, потому что довольно трудно увидеть, опять же, получить те же самые суперсимметричные фермионы, например. Это да. Или, например, большой коллайдер это уже позволил сделать. В этом-то супербольшой вопрос. Пока еще нет, но сегодня большой адронный коллайдер не такой, как был вчера. Я говорю прямо-таки в буквальном смысле, но если не сегодня-вчера, то, скажем, в этом месяце вновь запущены эксперименты на большом адронном коллайдере после большого периода апгрейдов, и сейчас энергия пучков, которые вот-вот начнут свои столкновения в детекторах, составляет 6,5 терраэлектрон вольт. Это диапазон энергии, которым стандартная модель еще не проверялась. И как раз надежда состоит в том, что путем точного измерения свойств бозона Хиггса удастся обнаружить следы, или если их там нет, так значит обнаружить, что следов нету, как раз этих аспектов суперсимметричных теорий. Но действительно это строго теория, гипотеза, собственно говоря, очень большой спектр различных гипотез, к сожалению, не без своих внутренних проблем. Одной рукой нам Бог дает, другой забирает. Да, и тем не менее, это мы еще даже до конца эволюции мысли не одашли, потому что мы нескольких аспектов еще не упоминали, которые там вводились, чтобы эти проблемы решать, как я понимаю. В частности, вводилось такое понятие, что у нас больше, чем 4 пространства, то есть 3 наших измерения плюс время, что есть еще некоторые. Какую проблему это решало, и для чего он не вводит? Зачем? Собственно говоря, это появляется на втором или третьем шаге, когда начинается рассматривать струны. Если просто так, ну как, 3 плюс 1, все, что наблюдаем, оно и есть, то теория струн генерирует большое количество ненаблюдаемых частиц и совершенно не физично. И, собственно говоря, вот такая, прямо скажем, не очень интуитивная и никак экспериментально не обоснованная гипотеза о большем количестве размерностей, это, да, из математических необходимостей, это цена, которой мы платим за элегантность теории. И, значит, есть несколько вариантов теории струн. Значит, теория, собственно, струн, она попроще, я еще примерно могу понять, откуда появляется число 26. Оказывается, 26 — это 24 плюс 2. 2 — это, значит, одна размерность струны пространственной, одновременная. А 24, ну, во-первых, что такое красивое? Естественным образом возникает из фундаментальной теории групп, из теории так называемых эллиптических функций модулярных форм. Вот. В случае суперсимметричной теории количество размерностей, которое позволяет как раз сократиться всем «мистическим», в кавычках, членам. Частицам этим, которые... Да-да, у них даже техническое название есть. Духи Фадеева-Попова. Хорошо. Духи. Вот. Это как раз 10 или 11, опять-таки, в зависимости от варианта теории. Да, да. Ну, сначала было 10, потом стало 11. Это тоже какая-то дополнительная наработка была, насколько я понимаю. Еще одно понадобилось в какой-то момент. Не так ли? Здесь, скорее, как бы это тоже был еще один. Ну, давайте еще расскажем, куда они делись, эти измерения. То есть мы живем... 10 или 11, где мы еще разберемся. А где они находятся? Первый вариант просто теория неправильная. Мы живем в трех измерениях. Здесь предсказывается 10, вычеркиваем. На физике они ведь на выдумку хитры. Вот. И совершенно возможен, логически, теоретически нельзя исключить сценарий, при котором размерности-то разные. Из этих 10 только 4 будут действительно разветвленными. Представьте себе, у вас есть клубок. Пока клубок смотан, это, собственно... И мы смотрим на него с большого расстояния. Это, собственно говоря, вообще нульмерное создание. У него нет ни длины, ни ширины, ни высоты. Это точка. Если мы клубок развернем, у нас получится одно развернутое измерение. И мы будем считать, что этот мир, этого клуба, уже веревки, или струны, одномерный. Но если, опять-таки, посмотреть на более маленьких масштабах, то есть как раз на меньших масштабах, мы видим, что, собственно говоря, веревка-то она трехмерная, только в измерении как раз высоты и ширины мы ходим по кругу. Если таким как раз образом по кругу ходят все остальные предполагаемые, ненаблюдаемые измерения, то их прямым средством таких хождений по кругу, и это как раз фундаментальный квантовый эффект, появился бы целое каждому способу, каждой возможной стоячей волне вдоль этих компактифицированных размерностей соответствует своя энергия колебаний или своя элементарная частица с определенной массой. И как раз поиск вот этих суперсимметричных частиц это один из наших главных надежд, если, опять-таки, надежда справедлива, если теория суперструн все-таки верна, то мы надеемся получить экспериментальное подтверждение существования вот этих вот свернутых размерностей как частиц очень большой массы и, скажем так, странных свойств. То есть, ну, подождите, все-таки пространство это одно, а частица, мне кажется, это другое. Да, а ну, а вот как вы говорите, а вот и нет, а вот и нет. А давайте объясним, истолкуйте. Собственно говоря, как бы... Ну, казалось бы. Казалось бы, да-да. Стандартный, неизбежный, собственно говоря, единственный взгляд на элементарные частицы, которые, значит, есть стандартная модель и фундамент всей физики, какую вообще мы знаем, это представление о частицах как в каком-то смысле элементарных возбуждений континуума, пространства-времени, как бы отдельных квантов-вол, квантов-колебаний того всеобъемлющего, всепроникающего вакуума, который способен колебаться. И вот размерность этого вакуума и то, как он свернут, как раз определяется, как он может колебаться. Так что как раз, опять-таки, теория суперструн, она включает вот эту пространственно-временную возможность быть в разных местах пространства как одну из квантуемых свойств физического вакуума. Жуткие какие-то слова, конечно, говорю, они, по-моему, совершенно не отличны от мистики. Но я как-то пытаюсь максимально передать... Да, и я думаю, должны быть вам благодарны очень за это. Но, тем не менее, возвращаясь к изначальным задачам, может быть, которые, ну, ради, собственно, чего все происходило. Вот есть такое тоже расхожее выражение, может быть, не только в научной, но и в околонаучной среде, квантировать гравитацию называется. Вот эта цель ей удалось добиться или нет? До сих пор все концы с конца не сведены. Знаете, как-то интересно, да? Короткий ответ – нет. Не удалось. Значит, прям вот тоже, как физики, они же такие же люди, да? И ответ зависит от того, у кого вы спросите. Если вы спросите у струнчика, скажут, ну, конечно, это вообще единственное направление, в котором не найдено противоречия. Не найдено, собственно говоря, и пути к конечному результату, ну, по крайней мере, нет противоречия. Вот. С другой стороны, как бы главное, ну, такой камень преткновения, я бы даже сказал скалы, о которой лодка суперструн, но не то чтобы разбилась, то села на основательную мель, это, опять-таки, из тех же больших возможностей, которые нам дает большое количество измерений, наша совершенно неспособность предсказать, как те, возможно, очень элегантные фундаментальные уравнения на уровне струн и квантов пространства-времени проявляются на наших, как бы, смертных человеческих масштабах. Существует огромное количество способов, в каком порядке могут эти размерности быть завязаны, как бы, в узлы, компактифицированы, как я рассказывал, и ни малейшего представления о том, и даже, собственно говоря, нет никакой теоретической надежды, что существует какой-то простой или универсальный принцип, почему именно один из бесчисленного количества вариантов реализовался в наблюдаемой нами Вселенной. То есть нам никто ведь не обещал, что Вселенная будет продолжать пониматься с помощью простых математических моделей, простых не в смысле, что вы или я их понимаем, но хотя бы хоть сколько-нибудь есть людей, которые все-таки до них добрались. И это такой, собственно говоря, вызвало даже, ну, кризис ценностей, я бы сказал, теоретической физики, поскольку вплоть как раз до теории струн, как бы основным критерием истины всегда являлось соответствие наших теоретических моделей экспериментальным наблюдением. Но мы уже почти исчерпали тот горизонт экспериментальных наблюдений, и если дальше мы идем только на основе теории, светом и как бы в конце туннеля и надеждой является непротиворечивость математических принципов, но если вдруг свет в конце туннеля разделяется на 10 в 500 степени отдельных звездочек, то как же выбрать дорогу? И тут начинают появляться вполне серьезные физики, вполне серьезные обсуждают уже такие, ну, я бы даже сказал, не то что эзотерические, но, собственно говоря, строго говоря, не физические аргументы, как мультиверс или антропный принцип. Да, ну вот здесь, как мы подошли к границе науки, наверное, и остановимся. Делаем паузу. Да, и лучше попробуем телефон подключить, конечно. Да, действительно, программа «Теория всего» в эфире, обсуждаем мы теорию суперструн, ни много, ни мало, так и звучит, да, ассоциированный профессор факультета физики и математики Латвийского университета Вячеслав Кащеев у нас в гостях. 6722-7440 на наш телефон. Давайте, если у вас что-то непонятное вдруг после такого объяснения, мы вполне можем задать вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, меня, пожалуйста, не обрубайте. Я к вам очень редко звоню, но вы почему-то всегда нервничаете. Я не нервничаю. А потому что я в восторге. А рассказы о вашем госте, это, вы знаете, даже не менее увлекательны, чем самый зажигательный детектив. И поэтому у меня теперь вопрос. Вы, господин профессор, сейчас упомянули, что если, как говорится, пойдет дальше развиваться теория, то уже ученые не могут прибегнуть к физическим аргументам. Все время, безусловно, ученые натыкаются на квантовость. От нее, как говорится, отталкиваются. И вот у меня такой вопрос. Ведь, по сути дела, физика как-то шла прошлые века и особенно 20 век в контексте представлений нашего материального мира. Астрофизики объяли свою сферу, микросферу объяли физики. А вот сейчас, когда выходят на все вот эти вот, благодаря коллайдеру, на все и глубже, и глубже, не кажется ли вам, что представления нашего материального мира, они уже мешают? Мы не можем туда, как говорится, вглубь воткнуться. А если воткнемся, вот в этом суть моего вопроса, то тогда, может быть, мы даже откроем не только тайну материи как таковой, но и тайну нашей жизни. Спасибо. Спасибо. Очень такой философский вопрос. Да, но вы эзотерикой закончили, конечно, получили заслуженно тоже эзотерику. Что вы эту эзотерику обижаете? Мы воткнуться просто не умеем. Я, конечно, живу в убеждении того, что то, что мы понимаем в отношении материального мира, действительно физика описывается совершенно замечательно. Наши желания, молитвы, мечты как-то не должны влиять на экспериментальные результаты того же коллайдера. Опять-таки, если они влияют, то это уже вряд ли физика, но в том, что вы сказали, действительно большая доля правды, что, опять-таки, тот горизонт, который... Физики очень многое поняли. И, конечно, можно сказать всегда, мы хотим понять еще больше, и мы должны все понять, должна быть теория всего. Но, может, теории всего... Вот нет. Есть теория почти всего. Опять-таки, это не значит, что нет совершенно четко физически наблюдаемых, доказанных феноменов, у которых нет пока... Никак нет удовлетворительного теоретического объяснения. Проблема, например, темной материи, это одна из жгучих, животрепещущих экспериментальных проблем, решению которой посвящается большое количество ресурсов. Как-то. Ну, это, наверное, да. Ну, это такое общее замечание. Да, другая проблема. У нас, я напомню, теория струн, теория суперсов. А вот другая или нет, это тоже открытый вопрос. Давайте продолжать. Хорошо. 6722-7440. Давайте еще одного слушателя выслушаем. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, насколько теория струн имеет право на существование за горизонтом событий в области пространства Черной Дыры? Спасибо. Имеет ли оно право? Ну, для начала нужно ввести имеет ли оно возможность, да? Опять-таки, как раз упомянуть вами Черной Дыры это очень важный объект как раз для проверки непротиворечивости кандидатов на решение проблемы квантовой гравитации, как раз в частности на решение проблемы сингулярности Черных Дыр. Одно из достижений, если их мало, поэтому их хорошо знают в лицо, одного из вариантов теории суперструн состоял как раз в подсчете энтропии Черной Дыры и температуры Хокинга Черной Дыры, которое сошлось с термодинамическими общими аргументами, известными из полуклассической общей теории относительности. Как раз эти полуклассические аргументы есть то, за что знают и любят физики-профессионалы Стивена Хокинга. И вот этот точный подсчет, исходя из теории струн, это, опять-таки, один из знаков и подтверждений того, что если, опять-таки, подтверждает нашу надежду, что если удастся до конца построить теорию, то мы можем разрешить также и противоречия, связанные с наивным неквантовым представлением о сингулярности. Горизонт событий, по большому счету, если правильно понимать общую теорию относительности, то он логических противоречий не составляет. Очень хорошо. Вячеслав, смотрите, еще один важный момент, который, как мне кажется, потому что мы говорили о теории суперструн, которая является в некотором смысле продолжением теории струн, которая эволюционировалась. Как бы неизбежная необходимая модификация для того, что если есть надежда... А нет ли такого, что уже теории суперструн есть своя модификация, так называемая М-теория, которая в некоторых источниках встречается? Что это? Да, это как раз тот момент, к которому я немножко прикоснулся, говоря, что вот есть в одном варианте 10 размеров, в другом 11. Это было наблюдение тоже очень величайше одаренного теоретика конца 20-го и начала 21-го века Эдварда Виттона. Наблюдение в том, что несколько вроде как совершенно различных вариантов теории струн, некоторые с 10-ю размерностью, некоторые с 11-ю, являются тоже в каком-то смысле разными гранями одного и того же более высокоразмерного объекта, который был назван вот этой М-теорией. У разных ученых разные мнения по поводу того, что значит буква М, но опять-таки математические признаки того, что разные варианты теории суперструн могут быть просто разными проявлениями одной и той же математической структуры во многом было опять-таки очередным стимулом для развития теории. Ну вот... То есть и таким образом, на самом деле, он же не случайно перестал носить название теории струн, то есть эти объекты уже становятся не струнами, а мембраной какой-то. Совершенно верно. Струна, собственно говоря, особый случай, да, и если как бы, если мы к десяти размерной теории струн каждой струне добавим вторую размерность, ну что такое двумерная струна, это перепонка барабана, правильно? Вот если струна гитары это струна одномерная, то барабан это струна двумерная, мембрана, брана, вот теория бран, брейнс, да, вполне брейнс, не в смысле которыми думаем, а брейн, которая часть мембраны, это один из вариантов формулировки, один из аспектов вот этой вот М-теории, но тут нужно признать, что я сам тоже теряюсь в спецификах и деталях самого разного количества гипотез и аспектов того, что как бы часто просто называется таким шапочным термином теория струн, но это очень сильно развитая, глубокая часть математической физики, которая, кстати, последнее время находит совершенно неожиданные применения в тех областях физики, где ее, собственно говоря, не ждали, там физики особо сложных квантовых состояний твердых тел, вполне лабораторно доступных, оказывается, их свойства, которые с обычного лабораторного конца посчитать очень трудно, становятся как бы очень простыми, если перевести проблему на язык теории струн, там размерности другие фигурируют, скажем, 2 плюс 1 и 3, методы, которые развиты в теории суперструн, таким образом находят применение в других областях физики, что вообще характерно для физических теорий, но, естественно, как бы наибольший интерес и интригу вызывает как бы выскальзывающая из наших рук, если можно так выразиться, надежда на то, что теория суперструн все-таки та единственная неповторимая любимая мечта тех, кто мечтает все, все объяснить какой-нибудь большой-большой физической теории. Да, а с другой стороны это действительно напоминает некоторый такой поиск, что у нас есть проблема, мы находим ей решение, а потом начинаем под это решение что-то подгонять. Не получается и на это сверху еще одно какое-то решение. Поэтому пока нет эксперимента, теория суперструн немножко заблудилась. А беда в том, что эксперимент практически невозможен. Если нам очень-очень-очень повезло, на большом адронном коллайдере мы что-нибудь увидим. Но пока вот не везло, вот надеялись перед его запуском, что мы сейчас успешим. Большой адронный коллайдер. И это очень серьезный вопрос, совершенно серьезный, поскольку кто-то должен платить за развлечение. Если большой адронный коллайдер стоил 100 миллиардов, то сколько же будет стоить большой-большой, совсем большой. И если единственная мотивация в том, что если до сих пор не получалось, то может быть получится в следующий раз, то это какое-то такое очень жидкое основание, поскольку в случае адронного коллайдера свидетельства существования бозона Хиггса или чего бы то иного, что существует вместо него, были очень четко экспериментально подтверждены и как бы было неизбежно, что что-нибудь откроем. За Хиггсом совершенно непонятно, откроем мы что-нибудь или нет в рамках тех уже насыщенных возможностей, которые у нас еще есть. Так что именно на этой стадии развития науки и технологий имеем то, что имеем. Возможно, в будущем у нас будут более впечатляющие возможности. Они сейчас уже настолько впечатляющие, но человеку нельзя запретить мечтать все время смотреть вперед, мечтать о еще более впечатляющем будущем. Думаешь, что так? Да, именно этим мы, наверное, будем призывать всех заниматься. Теория суперструн немного нам сегодня рассказал ассоциированный профессор факультет физики и математики Латвийского университета Вячеслав Кащеев. Спасибо большое. Спасибо. Программа Теория всего прощается с вами ровно на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев и всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова